Последние дни осени ознаменовались важным событием. В Москве на спортивных объектах ЦСКА прошел финал вторых всеармейских соревнований на Кубок Министерства Обороны Российской Федерации «Командирские старты». В этом году в них принимали участие 9 команд, представляющие военные округа, а также рода и виды войск Вооруженных Силы России. Участники состязаний, а это командиры всех рангов, продемонстрировали высокие результаты, что говорит о растущем уровне спортивной подготовки военнослужащих российской армии. В нашей стране, начиная от лейтенанта до генерала, для всех важна спортивная подготовка, потому что это армия. Мы должны быть концентрированными, мы должны быть сильными, выносливыми. То, что являются главными критериями отбора в спорте, То же самое происходит сейчас и в армии. Поэтому то, что ребята сейчас, когда идут в армию, служить, правда, всего один год, но за этот год они должны и поумнеть, и стать уже, знаете, такими мужиками. То есть они должны иметь какую-то ответственность. Они понимают, что в их руках уже судьба страны, судьба их мам, их пап, их родственников. То есть они понимают всю ответственность этого. И, конечно, нам очень важно, чтобы у них была очень хорошая спортивная подготовка. Хороший солдат должен быть хорошим спортсменом. 29 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей всеармейских соревнований. Медалями различного достоинства были отмечены победители в отдельных видах спорта, лучшие командиры. Кульминацией церемонии стало награждение команд победителей. Места в этом году распределились так. Третье место у команды Западного военного округа. Второе место завоевала команда военно-воздушных сил, которая в прошлом году стала победителем этих соревнований, причем солидным отрывом от соперников. Ну а первое место досталось команде Восточного военного округа, которая ровно и уверенно выступила во всех видах спорта, включенных в программу командирских стартов. Вы знаете, что первые места случайно не занимаются. Конечно, кто-то был подготовлен лучше, кто-то худше. Но тот момент заряженности, тот момент тренировочный, который нам удалось, пусть даже не в полном объеме осуществить, он позволил нам занять первые места. Поэтому я вот горжусь лично, как капитан команды, что в нашей команде два лидера, которые в своей номинации заняли первые места. И самое главное, что это вот символично, что один из них генерал-майор, а второй из них лейтенант. То есть это говорит о том, что там, на наших восточных рубежах присутствуют все условия для того, чтобы развивался каждый, тот, кто хочет, тот, кто верит в вооруженные силы и тот, кто верит в нашу дорогую любимую Россию. В настоящее время руководство Министерства обороны России уделяет огромное внимание физической подготовке военнослужащих, что является залогом высокого уровня боеспособности армии, стоящей на защите нашего Отечества.